здравствуйте друзья добрый вечер расскажу вам интересную ситуацию которая состоял произошла со мной сегодня состоялась такая ситуация и позвонил начнет написал я извиняюсь написал в комментариях в личке точнее один из наших зрителей написал что вот его бабушка это моя классная руководительница из 57 школы учительница там и так далее вот она меня помнит и 94 года и так далее и значит я так это расчувствовался женщина совершенно потрясающе было очень любил вот думаю надо надо позвонить а я даже не знал что она жива вот ну такое дело думаю дай позвоню учительница пришел с утра в офис так соображаю что там в москве что-нибудь часов там десять вечера думаю нормально сейчас позвоню набираю номер говорит неправильный номер у тебя инвалид инвалид номер я думаю а чё он инвалид ну как-то пошел думаю можете отчего знать так давно не звонил давно не звонил с этого телефон они за границу вообще давно за границу не звонил ну думаю ладно что делать значит пошел поискал вроде нет все нормально 011 для выхода на международную семерочка там для россии 495 мне дали код в москве дело происходит ну ну то есть ну я чего он там инвалид то мне ну короче позвонил я в саппорт надо сказать что у меня телефон айпишный у нас в офисе он стоит и не только в офисе и на даче у нас стоит и дома стоит для внутренних коммуникаций тоже но вот этот самый айпи телефон звоню в саппорт и говорю ребята отчета не забирается у меня номер да я попробовал у нас же еще человек в москве есть значит у нас сотрудница удаленной работы и я обычно по skype с ней а тут думаю наберут я сотового до сначала тоже попробовался этой системы не берет попробовала 100 высотого прекрасно прозвонил но думаю ладно тебе звоню в саппорт у нас система довольно мощная то есть вот эта контора которая обслуживает наши айпи телефон называется вон аж я как-то мы правильно произнести звучит как французская так я бы сказал вон аж но во всяком случае вот такая контора и я ему народу что-то это не набирается а я уже их меню посмотрел я уже там какой-то поиск там сети там вроде нашел инструкцию делаю все по инструкции но озадачился батя и россия есть списки стран собственно и раньше было когда-то звонил там мы давно с этой системы очень черт что одна девушка значит взяла собирала собиралась меня информацию потом пошла вычет чего-то какого-то специалиста привела специалист еще за кем-то пошел в общем минут 15 я сидел и они последний из них которые там пришел он сказал мы тут произвели исследование некоторым значит оказывается в результате некоторых некоторого мошенничества которое имя имело место быть вот в отношении звонков по россии стал быть они и и заблокировали и теперь туда звонить нельзя вот я говорю это хорошее дело я говорю в списке стран она у вас есть абонентная плата вы меня с меня так аккуратно взимаете значит это как же получается они говорят ну давай говорят номер или там сколько у номеров вот и мы их введем такой ночью белый список вот куда звонить можно вот ты сможешь им звонить вот здесь какой-то номер куда тебе надо позвонить давай сюда единственно что для того чтобы значит попал телефон в этот список нужно нам от 24 до 48 часов времени но мы тебе как обязательно перезвоним а если мы тебе в течение сорока восьми часов не перезвоним ты тогда нам еще раз позвони в общем такая вот фигня первый раз вот сколько лет тут живу никогда не слышал чтоб такое вообще бывало чтобы отключили от телефонных звонков страну и думаешь что же там такое можно было намудрить то и что же за мошенничество такое в общем я по мошенничеству телефонному как бы совсем слабовато надо сказать не приходилось и даже так чтобы вот и не слышал что кто-то рассказал в общем загадочности в такой значит задумчивости я остался вот может вы чего слышали я не знаю но в общем достаточно большой провайдер этот ванаж то есть у нас когда-то был небольшой потом ванаж его купил они там еще много кого купили и они неплохие так то в смысле что и удобно с ними там можно пойти там отконфигурировать у меня админские права я привык там конфигурировать нашу систему вот и так как то могу сказать что мне мне симпатично с ними было его и вот тебе на такая вот история так что если у кого есть соображения значит прошу высказываться в порядке утвержденного регламента счастлива